панай щипуп 2 щипупа ооо давай гляньте ну такому мужчине бы я с ним бы тоже посидела гляньте какие губы видно натуральные алло алло дужичи приходи сюда я хочу тебя познакомиться со своими новыми друзьями ты их еще не знаешь но они офигенные ребята они занимаются спортом новые люди это интересно а что если им не понравилось и что если буду сидеть как дурак а что если я достаточно спортивный для этих спортсменов а что если что-то 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 что если алло ты там живой алло трубку сбросил наверное он сегодня не в духе пацаны а вот если бы сажистан итак рок тихоня тайтл из 2022 который смог покорить мое сердечко и как аниматора и как любителя хорошей музыки и как иногда интровер и да я настолько задержался с этим обзором ну блин тогда когда она выходила я обзор не делал ты у сами за нее проголосовали так что терпите мне не получается злобный смех я знаю начнем по стандарту сюжета рок тихоня или же больше цирок или же одинокий рокер как вам более удобно это аниме в жанре комедия спеш повседневность по одной магни которая долгое время была непопулярной по крайней мере до выхода аниме и думаю что мы все знаем особенности жанра повседневность то есть всякие там фестивали и прежние эпизоды хочу то чего нет в нашей жизни обычно ладно только мои и это же есть и в рок тихоне и правда с некоторыми оговорками большинство серии связаны либо на борьбе хитвори с ее социофобией сегодня я чувствую себя странно я чувствую силу я не такая как все я дивергент я рокер обратите внимание обратите внимание я думал что это пьетность либо на том что глупость гуд развивается ищут новую гитаристку создают мерч и прочие дела в целом аниме довольно жезловое для любого интроверта слове же социофоба ну например нужно больше зайти кафе и вместо того чтобы просто взять открыть дверь зайти закрыть дверь она думает как на нее посмотришь что они подумают в общем загоняет сама себя по итогу заходя даже с отсылкой на мем каждого была подобная ситуация если у тебя не было то чувак отсыпь мне своей уверенности пожалуйста но при всей своей социофобии у хитвори есть одна мечта стать известной и играть в группе согласитесь довольно сложная цель когда при попытке поговорить с человеком ты начинаешь битбоксить но благодаря стечению обстоятельств а именно тому что хитвори решил взять с собой гитару и посидеть на вот этого вот качельки я заметила нидзика который как раз искала гитаристку за место сбежавшие для группы жгут и с этого и завязывается весь основной сюжет и давайте тогда смотрим оставшихся членов группы и так нидзика по сути на мозг издравил смысл всей этой группы главный мотиватор для хитвори и в общем просто хорошая девушка через нидзику хитвори знакомится и с рё басистка из богатой семьи которая тратит все карманные деньги на хрен знает что и по итогу всегда у всех занимает и не возвращает а если денег нет она может начать кушать траву буквально но для нее очень важна музыка только творчество только хардкор но вот заработать на мягче потому что хитвори будет играть в купальнике она не против раздаются с и панчвайны серьезным лицом в общем идеальный персонаж для комедии и вот это синеласая мадам покорила сердце последняя участница группы киты которая ну кита в ней слишком много положительной энергии теряюсь я она настоящий экстраверт и полная противоположность бочи общительная активная модно одевается добрая и раскрепощенная ну и как я уже сказал она безумно любит рё настолько что готова отдать и деньги еду и ввязаться в любую авантюру которую только предложит это наша басистка ах да видишь ее это моя жена это была любовь и она меня засосет но еще кита обладает настолько серой шаурой что боча буквально слепнет согласитесь довольно интересный коллектив именно в таком составе они будут подниматься на вершину музыкальной индустрии ну и точнее то они выступят под конец на школьном фестивале ну ладно из-за того что каждый персонаж по-своему уникален то это создает довольно комичная сцена я ведь еще не сказал про главную пьючу про владелицу клуба каждый персонаж заставит вас посмеяться хотя бы разочек причем юмор здесь довольно такой непошлый какой-нибудь бензопиле например просто и напряженное аниме для расслаблона так что за это 10 из 10 до что шашу сшит аниме про музыку то давайте уделим идею внимание каждая песня созданная ошибку пышгут покорил мое сердечко и перешла в плейлист а кому-то не нравится джей-рок но я его фанат и для меня это реально кайфовая музыка и конечно же это касается лопинга сэндингами они довольно драйвовы с женским вокалом довольно приятным врачи кайф я как бы не музыкант поэтому что-то прям сильно дам рассказать не могу но мне правда это нравится может и вам зайдет кто знает вообще я был бы не против если группа жгут стала новой виртуальной группой вроде гориллаз к тому же они уже берут награды почему бы и нет как говорится даже если не хотите смотреть само аниме то вы можете просто на ютубе посмотреть отрывки с уступлениями группа жгут и зиг хак это прям шедевр к тому же еще и в плане анимации держите меня 7 а сейчас анимацию думал вы видели какие-то вырезки типа мемы кто-то переделал это под больше цероке больше загулок больше за не буду говорить но вообще оригинал был реального аниме и это вообще не обязательно было делать таким но они его сделали и сцены в подобном плане много почти в каждой серии такая есть особенно часто это распространяется когда хотят показать социофобию года анимация может уходить просто в отрыв плыть чёрт знает куда использоваться ротоскопия хрен знает что такое ощущение будто у создателей включен чит на бесконечную фантазию но не только этим конечно интересна анимация больше зерок также и в плане инструментов они довольно постарались типа любая сцена где вблизи изображается гитара это просто офигенно я даже не помню аниме где так хорошо работали с гитарой но добыча это явно плюс даже несмотря на то что у нее был не особо большой бюджет ведь согласитесь когда манга не особо известно точнее юнкома чего я назову ее мангой то больших денег на ее реализацию тебе не дадут поэтому видимо ребята пришлось включить фантазию также по не визуала здесь интересно то что есть много отсылок есть например на dragon ball и это другие популярные аниме которые я не знаю отсылок на евангелеон здесь просто пруд пруди так что вы видимо фанатам елы понравится в общем да анимация крутая и не удивительно что это стало чуть ли не самым популярным аниме с 2022 конечно в этот же год вышел человек бензопила который тоже с классной анимацией но там она просто проработанная от полированная до блеска в нем нет разнообразия как такового хотя было бы наверно странно если в какой-то момент серии просто случилось что привет я дэнджи работаю в общественной безопасности я собачка маки мы прямо как как дэдпи 47 о это демон значит пора становиться человеком бензопилой б 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 б! уже такие эксперименты с анимацией наверно более уместно так как это комедия ты каждый раз ждешь какой фокус они еще выдадут чтобы показать социофобию китари ну и конечно стандартные приколы у виде анимешных лиц ну тоже присутствую так что не переживаете это я постарался максимально кратся как мне позволил сценарий так что за музыку я ставлю 9 из 10 так как она хорошая но не всем понравится, а за анимацию 10 из 10, потому что это просто круто. Ну и надо задеть все-таки сейл, так как они тоже постарались. Вообще они не особо популярны и известны как какой-нибудь актер озвучки Куджо Джотаро или еще что. Особенно как по мне выложились те, кто озвучивали Киту и Бочу. Кита за счет того, что она еще и поет, а поет она отлично. А Боча за все свои эмоции, которые она выдает в своих мыслях, за все эти звуки. Короче, смотрите аниме субтитов и поймете о чем я. Поэтому ставлю 10 из 10. По итогу аниме заслуживает честного 9,5 из 10. Оно шикарное, просто есть моменты, которые не всем понравятся, так как не все фанаты джей-рока или повседневности, всякое бывает. Но мне аниме очень зашло и стало пожалуй моим лучшим аниме с 2022-2023 и пока лучше я не встретил. Гордитесь одинокий рокер, ты смог даже мог психо 100 побороть, пока не менее лично для меня, так что не бейте. И обязательно посмотрите этот тайтл, может он вас зайдет, а может и нет, я не знаю, но с большой вероятностью что-то в нем вас дезацепит. Ну и еще не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик, рекомендовать видео друзьям, чтобы они тоже могли заценить, читайте мангу по ссылке в описании и прочей штуке. В общем всякие интересные ссылочки вы найдете в описании. Ну а с вами был Винокл, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok